Музыка Наш эфир продолжают спортивные новости. Приветствую всех, кого интересует спортивная жизнь Пинска. Печальное известие пришло накануне из-за границы. В Германии в результате автокатастрофы трагически погиб известный пинский тяжелоатлет Алексей Мжарчик. Штангисту, который начинал спортивную карьеру в нашем городе, было всего 25 лет. К своим годам Алексей, ученик пинского тренера Владимира Хлода, успел стать серебряным призёром юниорского чемпионата мира в 2015 году. Был участником Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016. Также он многократный призёр чемпионатов страны, мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Приносим искреннее соболезнование родным и близким нашего тяжелоатлета. Не везёт на льду, пинские ястребы в рамках подготовки к игровому сезону провели уже несколько товарищеских спаррингов. Но пока ни один из них не завершился победой. 29 июля наша команда встретилась с Солигорским шахтёром. В первом периоде ястребы открывают счёт. Делает это Никита Нагорный, но вскоре соперник сравнивает результат и отрывается на одну шайбу. Ещё пару голов хоккеисты Шахтёра заколачивают во втором периоде. В третьем ещё раз удаётся отличиться пинчаном. Забивает Илья Бащук. Удачливые хоккеистов были наши представители футбола. В очередной раз с крупным счётом побеждает Стенлес. Случается это на домашнем поле в матче с командой «Надежда» из Барановичского района. В ворота соперника пинчан влетает семь мячей. Дважды отличается Николай Коляда. Компанию по забитым мячам ему составляют Олег Курган, Дмитрий Хомицевич и Дмитрий Молощицкий. За ними забивает Артём Былинский, Никита Лозёк и закрепляет голевой успех Евгений Коляда. Проиграть в сухую хозяева поля себе не позволяют. В добавленное время сумели хоть немного порадовать своих боельщиков, забив в ворота пинчан. А они остаются лидерами чемпионата команд второй лиги. После 10 игр Стенлес набрал 28 очков. Столько же у ближайшего оппонента нашей команды Ивацевичская из Дюшор. Полоса неудач преследует пинскую волну. После проигрыша на Фтану и ничьи из ГУБЖД не сумели победить Днепр. Произошло это на своем поле в рамках 16-го тура. Трижды гости забивают мячи и не дают это сделать нашим футболистам. Поражение подвигает волну на шестое место в турнирной таблице. Возможно, подняться в ней позволит следующая игра, которая 8 августа состоится на выезде с Оршей. И еще о футболе. В этой дисциплине удалось отличиться и юным пинчанам, участникам традиционного турнира «Кожаный мяч». Футбольная команда представляла пинское культурно-спортивное учреждение «Ровесник» и сразилась за третье место финальных областных состязаний. Взойти на пьедестал почета удалось, победив на поле соперников из Бреста. В основное время наши ребята сыграли в ничью 2-2, но были удачливее своих оппонентов по серии пенальти. Голы забивали пинчане Александр Харужий, Марк Красковский. И неоднократно в этом матче спасал команду от поражения голкипер Герман Чимбур, за что был удостоен награды как лучший вратарь турнира. Вдобавок и к призам за третье место юные футболисты, которых к состязаниям подготовил заведующий физкультурно-спортивным отделом «Ровесника» Александр Гудько получили массу самых положительных эмоций от своей победы. Сражение на пинских куртах. В понедельник в Пинске стартовал традиционный турнир-мемориал памяти основателя школы игры с ракеткой в нашем городе Якова Маркмана. Команда пинчан на состязаниях самая многочисленная. В ее состав вошли около 50 ребят различных возрастов. Конкуренцию им составили минчане, представители Витебска, Березы, Барановичи и Гумилей Гродно, которые уже не первый раз приезжают в Пинск сражаться за призы 18-го по счету памятного турнира. В этом году исполняется 65 лет отделению тенниса. Его открыл мой отец тогда в единственной школе детской спортивной, которая была на Коржа, была на многопрофильную. Они с любителями закатали здесь один корт, потом появилось два асфальтных корта. И на этой базе были подготовлены довольно неплохие теннисисты, которые входили в состав и сборной команды Белоруссии. И базовая команда Брестской области, она в основном была на игроках из Пинска. Валерий Маркман продолжил дело своего отца по развитию тенниса в нашем городе. Признается, что следит за успехами пинчан на кортах и рад любому победному достижению. Я прихожу на каждое соревнование, болею, потому что это часть моей жизни. Вот переживаю, общаюсь с детьми. Мне это интересно, это моя жизнь. Это единственное в стране. По трем возрастам проводим турнир и играем за все места, чтобы дети поиграли, наигрались, набрались этого опыта. Везде проводится одно поражение. Проиграл, уехал, проиграл. Детский опыт набирать негде. Поэтому у себя постараемся провести все по максимуму. Проиграли, играют дальше. Утешительные матчи играют. Здесь будем играть еще парные матчи. Состязания на пинских кортах продлятся до окончания этой недели. Кто станет обладателем наград турнира Мемориала памяти Якова Маркмана, мы расскажем в следующем выпуске нашей передачи. С победой пинские гребцы стали призерами спартакиады детско-юношеских спортивных школ по академической гребле. Отличились наши спортсмены в Бресте. Пинчане были вторыми среди команд гребцов 2007 и 2008 годов рождения. И продолжаем следить за выступлением белорусской сборной на Олимпийских играх в Токио. В копилке команды уже появилась пара наград и была надежда, что на пьестал почетов зайдет наша легкоатлетка Эльвира Герман. Увы, чудо не случилось. Пинчанка на 100 метровке с барьерами не вышла в финал. Ей не хватило всего 0,04 секунды. В полуфинале Герман финишировала пятая с результатом 12,71 секунды. Прощаюсь с вами ровно на неделю и надеюсь, что к этому времени будет больше хороших спортивных новостей. Берегите себя. До встречи.